В Ухте пожарные спасатели проверяют пригородные леса, поля, дачные и гаражные массивы. Только за несколько последних дней они выявили 12 возгораний и предотвратили два серьезных пожара. Поселок Шудояк. Инспектор замечает дым в районе деревянных строений и сразу устремляется туда. Как выяснилось, местный житель сжигает провода. А где вы берете провода для того, чтобы их сжигать? На свалке. На свалке? А в черте города вы зачем их сжигаете? Чтобы погасить огонь, понадобилось несколько ведер воды. Мужчина выполняет требования инспектора, но все равно возражает. Дескать, убрал мусор с берега реки и вывез на свалку. Я вам еще раз объясняю. У нас запрещено на данный момент разведение костров. Особый противопожарный режим на территории Коми введен с 28 апреля. В лесах и полях запрещено разводить костры и сжигать сухую траву. Однако запретительные меры не всегда помогают. Основная цель выездной проверки – это предупредить возникновение очагов пожара в загородных районах. Время выезда специально сопряжено с временем окончания учебных занятий в школах. В связи с этим дети у нас в теплую весеннюю погоду идут в поля. Все это начинает гореть. Все это необходимо тушить. Пожары подбираются к строениям также. За несколько последних дней в Ухте зафиксировано 12 возгораний и несколько пожаров в гаражном и дачном комплексах. В полевых условиях сильный ветер моментально разгоняет огонь по сухой траве. Хотелось обратить внимание жителей и гостей нашего города на обязательное соблюдение требований в области пожарной безопасности. В том числе разведение вот этих мелких костров, бросание окурков, где-то недогляд. Вот этот он вызывает серьезные последствия соответственно. Участники рейдов призывают родителей и педагогов провести ликбе с детьми. А руководителей предприятий собрать сотрудников и популярно объяснить, как себя вести на природе. Константин Куратов, Юрий Еглов, Александр Миронов. Телеканал Юрген. Ухта.